Добрый день! Экологическая катастрофа в Японии, а также ожидание новой волны цунами и землетрясений по-прежнему оказывают довольно серьезное влияние на мировые финансовые рынки. Помимо этого военная операция сил НАТО в Ливии, а также волнение на Аравийском полуострове продолжают держать инвесторов в напряжении. На этом фоне в преддверии американской торговой сессии мы наблюдаем снижение основных европейских фондовых индексов, хотя Европа сегодня открылась в положительной зоне и пыталась расти. Но очевидно все-таки негативное настроение перевесили весь позитив. Похоже, что инвесторы решили фиксовать прибыль в преддверии важной статистики по еврозоне и по экономике Соединенных Штатов. Но давайте обратим внимание на то, как обстоят дела в Европе. Итак, индекс Dow Jones Tocs 50 снижается на 0,46%. Что касается основных европейских фондовых индексов, то они также находятся в красной зоне. Британский FTSE 100 падает на 0,16%, германский DAX 30 на 0,52%, французский CAC 40 на 0,31%. Не отстает от них сводный индекс европейских акций Dow Jones Tocs 600. Падение составляет 0,35%. Лидерами снижения на европейских торговых площадках являются бумаги таких компаний, как Юникредит. Снижение составляет 3,2%. Банка Популярия. Бумаги данной компании падает на 6,12%. В общем, мы видим, что негатив, как я уже сказал выше, является сегодня основным в умах инвесторов. Итак, рынок сырья. Сегодня нефтяные фьючерсы продолжили корректироваться, в целом находясь в боковом диапазоне. Смесь нефтемарки Brent снижается на 0,52%. Находится на уровне 114 долларов 20 центов за 1 баррель. Американская WTI падает на 0,67%. Находится на уровне 103 долларов и 30 центов, также, конечно же, за 1 баррель. Что касается товарного рынка, то здесь, собственно, ничего не изменилось. Контракт на медь усилил падение по сравнению с утренним своим снижением и падает на 1,01%. Что касается драгоценных металлов, то коррекции здесь продолжаются. Фьючерс на золото снижается на 0,39%. Серебро падает на 0,99%. Итак, валютный рынок Форекс. Индекс доллара к настоящему моменту растет на 0,29%. Мы видим, как американская валюта укрепляется на фоне опасений, связанных с возможной второй волной землетрясения, а также волной цунами в Японии. Ну и, конечно же, расширение экологической катастрофы. Дело в том, что японская экономика, занимая третье место в мировой экономике, играет, конечно же, большую роль. И ухудшение экологической ситуации в Японии, конечно же, повлечет за собой и ухудшение экономической ситуации. В целом, это, конечно же, окажет негативное воздействие на восстановление мировой экономики. Итак, что можно ожидать от открытия американской торговой сессии? Судя по той динамике, которую нам демонстрируют фьючерсы на основные американские фондовые индексы, Америка сегодня постарается открыться в зеленой зоне. Правда, вчера мы уже наблюдали подобную картину фьючерсы перед открытием штатов. Торговали в зеленой зоне, даже штаты открылись весьма неплохо. Но в конце инвесторы решили зафиксировать прибыли, в общем-то, недовольные ожиданиями от корпоративной отчетности американских компаний. Во всяком случае, бумаги компании Marriott International упали на 6,27%, когда стало известно, что прогноз по прибыли этой компании будет ниже ожиданий. Вот такая вот картина нас ожидает в преддверии открытия американских торгов. В целом можно говорить, что на валютном рынке участники заняли выжидательную позицию в ожидании, как я уже говорил, важной статистики, которая будет выходить в еврозоне и в Соединенных Штатах в конце недели. На этом у нас все. В дополнение я приглашаю вас на наши бесплатные курсы обучения торговли на валютном рынке Форекс. Более подробную информацию о наших дополнительных обучающих программах, а также о финансовом рынке и новой услуге консультации аналитиков вы сможете найти на нашем сайте www.grandcapital.net. А с вами был я, Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик компании Grand Capital. До свидания и удачи вам!